Начинаем очередную после матча пресс-конференцию. Вначале на ваши вопросы ответит главная команда, тренер команды гостей. По традиции первый вопрос. Как вы оцениваете игру своей команды в сегодняшнем матче? Я доволен результатом. Благодарен ребятам за проявленный характер. Поздравляю наших болельщиков с очередной выездной победой команды «Факел». Если брать то, как мы добирали сюда и потому, как складывался матч, то вдвойне ребятам благодарен. Очень сложно. Мы на экономе игры рано утром прилетели только в Хабаровск. Прилетели, скажем так, в высеченном составе всего 16 полевых игроков. Это те игроки, которые на сегодняшний день в строю. И началось у нас с проблем. Проблема на игровой разминке. Почувствовал дискомфорт в игроножной мышце гриднем. Пришлось срочно делать 5 минут буквально до начала игры носить коррективы для состава. Затем удаление «Альшина». И, естественно, команда уже, ведя в счете 1-0, играла вторым номером, сохраняя счет Павая на быстрые атаки. И, в принципе, у нас две атаки было. Во втором тайме, которые реально могли заканчиться в взятии оборотов. В конце оптики Бирюхов убежал подъемлемо в дальней шлянке. И мог Андрей Муглин распорядиться более качественно в этой ситуации. Команда «Скаэнергия», скажем так, второй тайм, имея численное преимущество. Естественно, что мы отошли, закрылись и играли чисто от обороны. И, с моей точки зрения, имея в составе такого высококлассного игрока и высокорослого, и хорошо играющего головой, Вачу Камардзиненко, который вышел во втором тайме. Поэтому здесь, наверное, было оправдано, что с учетом того, что зоны были перекрыты, здесь команда во фланг переводила игру во фланг. И оттуда шла нацеленная передача в центр штрафной площади, где Вася навязывал очень хорошо борьбу. И, в принципе, там пару моментов могли бы заканчиваться реально взятием ворот, потому что там, скажем так, где-то элемент случайности присутствовал. Скидка хорошая, рикошеты были. Удачно сыграл в двух эпизодах наш вратарь Савутин. Савутин, ну, считаю, что за проявленный характер и в какой-то степени мастерство, мастерство, прежде всего, Мгнина, при исполнении штрафного удара, он этим и славился. Не мне, наверное, вам рассказывать лучше. Меня знаете, какой удар имеет Мурнин. Естественно, он его набирал с повышенной самоотдачей, с желанием. Поэтому такие первые итоги. Если есть вопросы, пожалуйста, я отвечу. Теперь на ваши вопросы ответит Александр. Виталий Кригорян, наш новый главный тренер. Ну, я надеюсь, все вы его знаете и помните. Поэтому для нас он не новый тренер. Что можно сказать о прошедшем матче? Как наша команда проявила себя? Можно сказать, что можно сослаться на несыгранный состав. Потому что три игрока сразу вышли, но вновь заявленные. И только один из них готовился неделю с командой. Потом вышли еще два игрока по ходу игры. В целом пять человек. Это, конечно, достаточно серьезные изменения в структуре и организации игры. Но, тем не менее, я решился на такие изменения. Потому что, проанализировав предыдущие матчи, я просто пришел к поводу, что надо усиливать состав. А чтобы и, естественно, и откладывать дебют этих игроков в долгий ящик, я не стал. Можно сказать, что это было большим риском. Но давайте обратим внимание, не беря в расчет, так уж, скажем, строго качество игры, опасные моменты. Меня часто, иногда, вернее, критикуют о том, что счет на табло и так далее. Но давайте будем все-таки рассуждать как бы не какими-то средневековыми понятиями. Давайте посмотрим, сколько опасных моментов создали мы. Если опасные моменты, вы поймите правильно, конечно, очень хорошо, если они создаются в результате тонких взаимодействий и так далее. Но это вопрос как бы высшего пилотажа и высокого мастерства. Мы сегодня создали порядка 6-7 голевых моментов. Можно сказать, с одной стороны, что по содержанию игры нашего соперника, с одной стороны, что закономерно была бы ничья. Но вы понимаете, в чем дело? Ну, все-таки, все-таки «Факел» достаточно сыгранная команда. И мы понимали, что в ее составе много быстрых, креативных игроков. У нас было на поле достаточно много, как говорится, тяжелой артиллерии. И был у нас план на игру, как предстоять этим малышам, быстрым, мобильным, техничным, и использовать свою мощь. Не совсем получилось. С одной стороны, если брать содержание игры, а если брать количество созданных голевых моментов у ворот соперника, ну, я думаю, их было более чем достаточно, чтобы взять сегодня 3 очка, которые нам важны. Все? Не было. Пожалуйста, тогда вопросы у кого будут. Пожалуйста. Александр Витальевич, как игру «Вазилюха» прокомментируете, с чем его ранняя замена? Ну, никак. Знаете, его игру можно прокомментировать словом «никак». Я не увидел ни одного компонента, который бы он в игре реализовал на хорошо. Что-то сделал, в чем-то был убедительным. За мячи цеплялся очень посредственно. Открывание – посредственно. Борьба – безобразная. Единоборство. Индивидуальная игра – посредственно. Понятие как-то все посредственно. Ну, тоже, опять же, тоже, парень только-только приехал, трудно судить. Факел тоже только приехал, но тем не менее. Тем не менее. То есть, вся эта группа игроков, кроме Хаджавы, не тренировалась практически с командой. Все они были выставлены практически с листа. Сорокин во втором тайме, вернее, в конце первого тайма. Во втором тайме сразу Безлихотнов. В первом тайме Микутский, в общем, более от второго опуганного защитника. Тот же Базилюк, Хаджава. Вот, вот, пять человек, которые как команды, да. Кстати говоря, ну, сейчас в любом случае перед подготовкой с следующим соперник Байкал. Вообще в этом сезоне очень большое разнообразие в стилях у команд. Очень большое разнообразие, никогда такого, пожалуй, не было. И вот у нас достаточно много футболистов, в том числе и молодых. Я думаю, что мы будем ротацию состава применять. Потому что я не любитель ротации, но здесь явно напрашивается эта ротация. Потому что даже наши лидеры, некоторые, скажем так, из тяжелой артиллерии, они не под каждую игру, вот, под мобильных соперников они не подходят. Например, состав. Это вот даже по этой игре очевидно. Поэтому даже одна игра, она сразу дала, в плане анализа еще, конечно, предстоит, но она сразу дала понимание, что те ребята, которые играли до этого, ни в коем случае они не вычеркиваются из основного состава. Просто будет теперь ротация. Спасибо. Пожалуйста, полопросы еще. Александр, даже будучи тренером «Луча», вы комплектарно высказывали про Сергея Фельдмана. Говорили, что если бы не Фельдман, то и футбола, может быть, в Хабаровске бы не было. Ваше возвращение велико. Другое значение вы факты о Фельдмане, что вы шли именно к этому гениальному директору, особенно учитывая нынешнее положение Sky Energy? Ну, я же армянец. Я же должен думать о своем будущем. Когда я делаю какие-то высказывания, я думаю о том, что, может быть, кто-то подберет такого тренеришку, как я. Естественно, я стараюсь максимально в этих высказываниях сделать реверанса человеку, который может меня трудоустроить. Вы у него спросите, как повлияли мои высказывания на сегодняшнее трудоустройство? Спасибо. Я, во всяком случае, старался. Ну, бывает, что люди там идут работать именно с каким-то там руководителем, потому что с ним удобно работать. Я же говорил на вашем новом радио, недавно интервью давал, да. Я сказал, что Сергей Явлевич отличается все-таки от многих руководителей тем, что вот есть руководители, с которыми очень комфортно работаются. И у меня таких было достаточно. Но с ним работает комфортно, даже если ты знаешь, что завтра тебя угон уволит. Это высокий пилотаж. Пожалуйста, еще у кого-нибудь будут вопросы? Пожалуйста. Александр Витальевич, скажите, пожалуйста, можно без имен? Кредит доверия красивый, как нам присутствует на сегодняшний день? Да, я понимаю ваш вопрос. Ну, например, Васю Кармазиненко так уже плотно зачехлили, и это было видно по его моральному состоянию. Я просто на его примере. Есть еще футболисты в команде, да. И сегодня, я не скрою, я его готовил к сегодняшнему матчу психологическому. То есть постарался дать ему силы, энергетику какую-то, раскрепостить его. Вот. Но он сыграл безобранно. И я знаю, что завтра мне будут говорить, ну что ты видел, мы же тебе говорили. Но дело в том, что зависит от этих, от самих этих игроков зависит. Потому что я буду с ними работать и буду давать им шанс. Потому что у нас не будет такого, что я не дам шанса. Но шанс этот нужно будет теперь заслужить через тренировочный процесс. То есть в тренировках нужно быть не просто убедительным. А тот же Василий, он должен меня сверх убедить на тренировке, чтобы в следующий раз попасть в состав. И не только он. А какой? Другого пути нет. Если вот такие жесткие требования кого-то выбивают из равновесия, значит, естественный отбор происходит. В конце концов, я команду нацеливаю абсолютно на... Вы же видите по моей физиономии, в принципе, что с учетом дежавю явления, да, и появления, да, у меня вроде должно быть в силу характера много эмоций сейчас. Таких позитивных и каких-нибудь. Но я, тем не менее, спокоен. Не потому, что я понял сейчас окончательно, что земля круглая. Вот. Ну и потому, что я понял, что нет смысла цепляться за работу зубами, ногтями, когтями только ради результата. У кого нужно из болельщиков? Сегодня пришло там то количество болельщиков, допустим, которое пришло, и завтра придет меньше, послезавтра еще меньше. Если мы сегодня выиграли, я не думаю, что это та игра, ради которой, хотя я не знаю, многие подошли, за второй тайм поблагодарили. Я, например, не считаю, что сегодняшнюю игру можно отнести даже в какие-то плюсы. Поэтому я настроен только на то, чтобы в домашних, особенно матчах, именно в домашних матчах, сделать все возможное, чтобы вот вы были удовлетворены, болельщики были удовлетворены. Это сделать сложно, но это нужно. Вот. И, естественно, я иду на риск. То есть я не буду выжимать результат любой ценой. Потому что результат любой ценой я себе уже несколько раз доказал, что я способен выжить как тренер. Понимаете? Сыграть на контратаках, засушить игру, завязать руки, ноги, блин, сопернику. Вот. Иногда головы завязать или отвинтить, или отгрызть. Вот. Я хочу играть в футбол. Просто хочу играть в футбол. Сегодня, может быть, вы почувствовали, вот, даже с листа команда, что от меня вот уже такое движение пошло. Оно с первой тренировки пошло и будет продолжаться. И я сказал, да, даже если меня уволят, я хочу, я хочу помахать рукой Хабаровску в очередной раз, точно понимая, что вы выходили на поле без всякой боязни ошибиться и получить удовольствие от игры. Вот это самое главное для меня. То есть мой приход в Хабаровск первый раз и второй раз отличается очень сильно ментально. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова